Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Второй день рождения. Завершение восстановительных работ отметили в пострадавшем от июльской стихии Тхагапше. Купание по режиму, плавать в море, посещать пляжи курорта безопасно, а теперь можно с 8 утра до 8 вечера. За услуги Сочи Теплоэнерго абоненты не платят годами. Долги за горячую воду у некоторых сочинцев достигают полумиллиона рублей. Теплосети продолжают рейды. Россия и Китай лидеры в общекомандном зачете. В Сочи объявили первых победителей девятых в сфере кораблей. Эхо прошедшего праздника на Кубани уже стало доброй традицией в честь Дня Семьи, Любви и Верности поздравлять многодетные семьи. В Краснодаре накануне прошел торжественный прием, где глава региона 14 семьям вручил медали «Родительская доблесть». Наши краснодарские коллеги с подробностями. В конференцале Екатеринского комплекса необычно торжественны. И детворы здесь больше, чем взрослых. Дети и их родители – главные виновники праздника. А вместе они семья. У кого-то большая, у кого-то очень большая. К примеру, у Татьяны и Игоря Плаховых 11 чат. Родители уже успели стать бабушкой и дедушкой. В их доме все держится на любви, доверии и уважении, говорят супруги. Поэтому и дети такие. Один за всех и все за одного. Большой, конечно, труд для мам. Любовь. Самое главное – в них вкладываешь и получаешь отдачу. Дети – это наша награда. Семья должна быть большая, счастливая, добрая, здоровая. До начала праздника взрослые волнуются, старшие дети следят за младшими. Не каждый день получаешь такое высокое звание, говорят родители. Поздравить с Днем семьи, любви и верности многодетной семьи Кубани приехал губернатор Вениамин Кондратьев. Но не один, а со своей супругой и детьми. Праздник-то семейный. Глава региона отметил – День памяти преподобных Петра и Февронью важен и нужен России. В нем особенный смысл, понятный только нашему народу. День семьи, любви и верности не должна быть датой для вручения наград или датой для того, чтобы мы с вами просто ее отмечали. Это должен быть праздник. Мы где-то увлеклись за теми ценностями, которые не совсем ценности. И сегодня для нашей страны и для нашей Кубани очень важен этот праздник. Потому что он говорит о самой главной ценности в человеческой жизни, о семье. Это свет, это уверенность в завтрашнем дне. И, наверное, это самое главное и основное, что сегодня должно быть в любой нации, в любой стране, которая думает о своем будущем. Это вот это подрастающее поколение. А где оно может взяться? Только в семьях, крепких, сильных семьях. Большие семьи всегда были одной из главных ценностей кубанской земли, подчеркивает Вениамин Кондратьев. Сегодня в Краснодарском крае 58 тысяч многодетных семей. И вот уже пять лет самым лучшим вручается медаль «Родительская доблесть». Ее уже получили 68 семей. Сегодня к ним прибавились еще 14. Все они получат единовременную выплату 32,5 тысячи рублей. Вручая награду, Вениамин Кондратьев добавил, пока в семьях будет царить любовь и взаимопонимание, все невзгоды и трудности можно будет преодолеть. Я хочу вам сказать спасибо. Человеческое спасибо. За то, что вы, невзирая ни на какие трудности, воспитываете самое дорогое. Что вы просто ощущаете жизнь и есть надежда. В ваших разных по возрасту детках сбудутся ваши мечты и чаяния, которые, может быть, вы в жизни где-то не реализовали. Ну, не смогли. Но вы сделали самое главное. Вы заложили эти семена. И я уверен, они прорастут. Пока будет в наших семьях любовь, пока будет взаимопонимание, пока будет уважение, все жизненные невзгоды, которые сегодня, конечно, есть, мы сможем преодолеть. Никто из этих взрослых не хотел бы, чтобы их жизнь сложилась по-другому. Говорят, бывает трудно, возникают проблемы. Но ничто не сравнится с минутами, когда все в сборе. Дети из многодетных семей, как правило, повзрослев, тоже воспитывают большое потомство. Мы с мужем с многодетной семьей, я с многодетной. В принципе, может быть, когда-то была девочка, наверное, может быть, и не хотела большую семью. Но вот так вот получилось у нас. Большая семья. Счастье, конечно, в детях заключается. И в количестве. И в количестве детей. Чем больше детей, тем больше счастья. Елена Касабова, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Второй день рождения. В Тхагапше торжественно отметили возрождение аула. В селе спустя месяц после разрушительного удара стихии встречали гостей. Праздник организовали всем аулам с танцами, песнями и традиционными адыгскими угощениями. Порадоваться окончанию основного этапа восстановительных работ пригласили всех тех, кто принимал активное участие в оказании помощи. Этот день, говорит Мурат Чичух, войдет в историю аула наравне с закладкой первого камня в будущее поселение, которое было почти 150 лет назад. Июньская стихия чуть не стерла с лица земли его родной Тхагапш. Грязевой поток затапливал первые этажи домов. Люди спасались на верхних этажах и крышах. Волны с человеческий рост, бревна, тонны ила. Вот что увидели на улицах и у себя во дворах местные жители, когда рассвело. Если бы не помощь тысяч добровольцев из города и соседнего Туапсинского района, уверены сельчане, на восстановление аула ушли бы годы. Уже, конечно, заметный результат. Уже и дорожки видны. Помогли ребята, которые приезжали убирать все это. Благодаря им очень продвинулась работа. Спустя месяц о стихии в ауле уже почти ничего не напоминает. Расчищена площадь перед зданием сельсовета. На улицах уложен новый асфальт. В огородах уже зазеленели новые растения. Одной из основных причин затопления аула Тхагапш, по оценке экспертов, стал мост, который находился на этом месте. Он образовал заторы. Из-за этого селевой поток хлынул по улицам аула. Чтобы этого больше не происходило, было принято решение изменить конструктив мостового сооружения. Выше стали опоры. Между ними увеличилось расстояние. А вот сам мост будет прежний. На данный момент он находится в 500 метрах от этого места. Его туда унесло селем. Завершить полностью все работы на переправе планируют в течение двух недель. Электро- и водоснабжение аула полностью восстановлено. Но глава города поставил задачу в перспективе увеличить мощность коммунальных объектов. Из внебюджетных средств делаем две новые скважины. Покупаем оборудование, чтобы водоснабжение было в полном объеме. Энергетиками установлена новая подстанция. Аул разделен на две части, что по схеме электроснабжения позволит его снабжать в нужном режиме и бесперебойном. Уже выделены средства на восстановление разрушенных площадок, спортивная и детская. Завершаются ремонтные работы в здании, где располагаются почта и сельсовет. Очень благодарен всем тем, кто оказал такую большую помощь. Прежде всего, всем единороссам, которые перечисляли свой однодневный заработок. И всем общественным организациям. В первую очередь, это Союз Армян России, которые дали возможность сформировать нам фонд. И за счет этих денег людям были компенсированы деньги, которые они потом потратили на приобретение бытовой техники, мебели. Сегодня, ровно через месяц, мы имеем, по большому счету, внешний вид даже лучше, чем он был до этого. И это тоже правильно. Я думаю, что туристическая привлекательность аула восстановлена. На празднике в честь завершения восстановительных работ гостей встречали с хлебом, солью, а также по кавказской традиции с рогом, наполненным местным вином. От главы города, отличившимся на восстановительных работах, вручили почетные грамоты и нагрудные знаки. Сельчане искренне благодарили тех, кто пришел к ним на помощь в трудную минуту. Эта беда, говорили старейшины, доказала всему миру, что Сочи не зря считают городом мира и дружбы. Это все произошло благодаря, уже было подробно сказано, сплоченности, активной, ответственной работе многих служб. И все люди, которые сегодня здесь были отмечены, за ними стоят коллективы. Им тоже огромная благодарность. Еще предстоит полностью восстановить подъездную дорогу. В первые дни по ней вообще невозможно было проехать. Сейчас трасса укреплена. Региональные власти пообещали сельчанам, что средства на капитальный ремонт дороги будут выделены в следующем году. Инга Габешия, телекомпания ФКТ Купание по режиму. В Сочи в целях безопасности установлено время работы городских пляжей. Теперь купаться в море и посещать пляжи курорта безопасно с 8 утра до 8 вечера. Потому как одно из условий работы муниципальных пляжей – это обязательное наличие на береговой полосе спасателей и медиков, время работы которых как раз таки с 8 утра и до 8 вечера. В остальное время купание в море проходит без контроля специалистов и становится небезопасным. Режим работы пляжей, как отмечают в администрации города, установили, чтобы обезопасить граждан от несчастных случаев. Ведь большинство трагедий, как правило, связано с тем, что гости идут купаться в море в состоянии алкогольного опьянения и в ночное время. Данное решение администрации основывается на нормах федерального законодательства, согласно которому ответственность за безопасность людей на городских пляжах возложена на муниципалитет. Ну и еще одна новость о городских пляжах. На прибрежной полосе в Меретинке появился бесплатный Wi-Fi. Сейчас сеть покрывает 3 километра набережной от Меретинского пляжа до образовательного центра «Сириус». До конца июля высокоскоростной интернет станет доступен еще на 2 километрах побережья и покроет весь Олимпийский пляж. По прогнозам за сезон интернетом воспользуется порядка 370 тысяч человек. Пилотный проект продлится до 1 октября, по его итогам возможно расширение зоны бесплатного интернета. Как отметили в городской администрации, это важный шаг для повышения туристической популярности и привлекательности Сочи как курорта. В Сочи продолжаются работы по благоустройству. Частоту и порядок на придомовых территориях и улицах наводят во всех районах курорта. В этом году отмечают в мэрии, активно себя проявляют сельские тосы. В Молдовском сельском округе, например, уже есть несколько домов, которые принимают участие в ежегодном конкурсе по благоустройству. Один из них посетила наш корреспондент Татьяна Говоркова. В Молдовском сельском округе проживает больше 15 тысяч человек. Благоустройство проводится во всех восьми селах. Подключились и садоводческие товарищества. Порядок наводится на придомовых территориях. Жители обновляют свои заборы, опорные стены, а устаревшие аншлаги заменяют на новые. Решается вопрос по замене дорожного покрытия на ряде улиц, а также проблемы газа и водоснабжения. В передовиках Голицыно, Лесное, Казачий Брод и Монастырь. Много работы придется еще провести и в других селах. Село Орел-Изумруд, село Липники, село Высокое. То есть работы у нас предостаточно для благоустройства. Глава города был недавно у нас с визитом. Было очень много недостатков. Но мы сейчас это все дело, скажем так, устрадяем. За выполнением всех работ следит территориальный орган самоуправления Молдовского сельского округа. Он существует с 2000 года. Но многие жители узнали о деятельности ТОСа лишь с приходом нового председателя. Николай Игнатов на своем посту с января помимо решения острых проблем, связанных с водоснабжением, поставки дров малоимущим многодетным семьям, председатель поддержал инициативу мэрии по вопросу борьбы с комарами. Рыбку гамбузию сейчас разводят жители нескольких частных подворий. Наряду с насущными делами уделяется большое внимание и творчеству. Наша задача заключалась в том, чтобы люди узнали о нас. Мы кинули клич, что будет постоянно действующая выставка, и попросили людей перенести свои изделия, то они с удовольствием согласились, и мы даже не ожидали, что будет большой такой наплыв. Свои поделки и рисунки принесли многие. Уже сейчас экспозиция насчитывает больше сотни работ. В ТОСе даже решили устроить конкурс на лучший хендмейд. Своим ноу-хау уже отличилась хозяйка этого дома. Ежедневно, начиная с 1997 года, Татьяна Кукуманова, как пчелка, трудится на своем придомовом участке, который был ей выделен администрацией города как многодетной семье. Несмотря на оползневой склон, Татьяне Дмитриевне удалось создать фантастический цветущий сад-огород, где есть все, начиная от места отдыха до фруктов и ягод. Много очень плодовых деревьев у меня, где-то 60 с лишним, потому что семья и фрукты, ягоды. И ежевика у меня, тут же фасоль. В общем, сами все выращиваем, закручиваем, консервируем. Тепличка тоже, огурцы, помидоры. Еще у нас в плане банька, сауна, бассейн будет открыт, поэтому и площадка там для отдыха будет, чтобы посидеть. Очень нравится молодежи. Поддерживают хозяйство всей семьей. В доме живут 20 человек. И каждый вносит свой вклад в создание уюта. Местная администрация решила включить дом Татьяны Кукумановой в ежегодный конкурс по благоустройству. Стартовал он 10 января, а итоги будут подведены в конце года. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Сочи Теплоэнерго продолжает отключать потребителей от горячего водоснабжения. Касается это тех, кто накопил за услуги большие долги. К такой вынужденной мере приходится прибегать из-за того, что люди десятилетиями не платят за тепло. Все подробности в сюжете Елена Овсециной. Здравствуйте. Сочи Теплоэнерго. Судебные приставы совместно вывезут. Долгов много и у всех они разные. Здесь 46 тысяч рублей и те, кто снимает жилье, пообещали погасить задолженность сразу же, лишь бы не остаться без горячей воды. На вопрос, почему растут долги, ответа нет. А вот проблема у жителей дома с переулка Дагомыски 5 серьезнее. Здесь долг 500 тысяч рублей. Не платят за тепло и горячее водоснабжение уже несколько лет. Постоянные предупреждения и просьба хотя бы начать оплачивать частично ни к чему не привели. В итоге в подвале спускают воду и готовят оборудование для того, чтобы отключить потребителя от горячей воды. Поскольку нет прибора учета, просто отрезают подводящую трубу от центрального стояка. Отключение горячей воды – это одна из мер, применяемая непосредственно взыскателями Сочи Теплоэнерго для приостановления хотя бы текущих начислений, чтобы как минимум долг хотя бы не увеличивался. А что касаемо описи ареста и изъятия имущества, это уже прерокатива непосредственно судебных приставов для погашения долга по решению суда. Но чтобы не доводить ситуацию до критической и не ждать, когда на пороге появится судебный пристав со специалистами коммунального предприятия, достаточно обратиться в отдел по работе с должниками Сочи Теплоэнерго. В каждой ситуации разбираются индивидуально. Те потребители, которые не могут единовременно уплатить имеющуюся задолженность, в порядке пункта 72 правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства 354 Сочи Теплоэнерго, предоставляют рассрочку сроком на 12 месяцев по заявлению потребителей. Поэтому милости просим, все проблемы решаемые, мы идем навстречу каждому потребителю. Благодаря подобным рейдовым мероприятиям удается часть долга вернуть. Рейды продолжатся и дальше два раза в неделю. Больше всего должников в центральном районе города. Чтобы им не остаться без горячей воды, без имущества, а сейчас из-за долгов людей могут переселять из муниципального жилья в общежитие, достаточно хотя бы начать погашать текущие платежи. Сейчас пока еще не наступил отопительный сезон, самое время подсчитать свои долги, в том числе своевременно передавать показания индивидуальных приборов учета. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи объявили первых победителей девятых всемирных хоровых игр. Накануне завершилась первая часть международного музыкального конкурса. Позади 53 концерта. После недели конкурсных просмотров и дружественных выступлений на открытых площадках курорта участники хоровых игр накануне собрались в Ледовом дворце Большой на церемонию награждения. По атмосфере Большого Ледового дворца, где сегодня все участники первой части всемирных хоровых игр, мы чувствуем, насколько силен накал страстей. Я считаю, что проект всемирных хоровых игр очень подходит нашему городу, курортному Сочи. 75 дипломов. В соревнованиях среди профессионалов разыграно 55 золотых, 46 серебряных и 4 бронзовых медали. Во время церемонии национальный российский гимн звучал пять раз. Именно столько золотых наград завоевали хоры, представляющие на играх нашу страну. В том числе лучшими среди детских хоров члены международного жюри признали коллектив из Краснодарского межшкольного эстетического центра. Китай тоже в числе лидеров. Хоры из Поднебесной за золотыми медалями на сцену поднимались шесть раз. Всего же в первой части всемирных хоровых игр Россия получила 50 медалей, Китай 22, Корея 6, у Индонезии и Южной Африки по четыре медали. В общем зачете лидируют Россия и Китай. Уже после первой части хоровых игр, которая успешно завершилась для российских хоров, заговорили о том, что в Сочи нужно возрождать забытые традиции проведения праздников песни, так популярных в 70-е. Возникает мысль, что нам необходимо возродить традицию праздников песни в Сочи. Это было регулярно, тогда был у нас Советский Союз, а теперь для России это тоже очень важно. Если мы так сделаем, это поднимет еще больше интерес и наш уровень хоровой культуры в нашей стране. Спасибо городу Сочи. Следующая соревновательная часть всемирных хоровых встреч в Сочи пройдет с 13 по 16 июля. Они уехали, но пообещали вернуться. Хоры, которые завершили свое выступление на хоровых играх, возвращаются домой с заслуженными наградами и благодарят организаторов и город Сочи за теплый прием. Хор из Китая накануне встретился с организаторами всемирных хоровых игр. Это не обычный коллектив, это хор слабовидящих детей. Его история год назад началась всего с 10 ребят, сегодня это уже целый большой дружный коллектив. И, кстати, серебряный призер сочинской певческой олимпиады. Лозунг хоровых игр «Совместное пение объединяет нации». И мы на играх предоставляем возможность выступать всем вне зависимости от уровня подготовки и физических возможностей. Спасибо городу Сочи за теплый прием. Дети, многие из которых практически совсем не слышат или не видят, чувствовали себя здесь наравне с остальными участниками. Город Сочи так понравился участникам игр из Китая, что они пообещали вернуться сюда уже в качестве туристов. Добавлю, что Китай на Всемирные хоровые игры привез два хора, состоящих из детей с ограниченными возможностями. Всего же на певческой олимпиаде Поднебесную представляют более ста коллективов. И в продолжении темы певческой олимпиады. Сегодня в Сочи свою работу начал Всемирный хоровой конгресс. Его участниками стали представители 70 стран. Именитые мастера международного хорового искусства собираются один раз в два года в рамках проведения Всемирных хоровых игр. На открытии конгресса побывала Инга Габешия. Открылся хоровой конгресс, как и все мероприятия, проводимые в рамках хоровой олимпиады, выступлением лучших хоровых коллективов принимающей стороны. Сегодня это был Краснодарский государственный камерный хор под управлением профессора Вячеслава Яковлева. В эти два дня члены Всемирного хорового совета выступят с множеством важных докладов, касающихся развития хорового пения в современных условиях, а также возрождения традиционных форм хорового искусства. Видных мастеров приветствовал глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, что песня – это важная часть богатой культуры России. Только в Краснодарском крае насчитывается порядка 150 профессиональных хоровых коллективов, среди которых и знаменитый кубанский казачий хор. На внешний конгресс за круглым столом соберутся музыканты. Мы также увидим презентации стран, которые подали заявку на проведение будущих Всемирных хоровых игр. Несколько лет назад Сочи был тоже в их числе, а уже сегодня мы проводим здесь, на юге России, 9-е Всемирные хоровые встречи. Мне очень приятно, что руководители интеркультуры называют их лучшими за всю историю проекта. Сочи действительно имеют огромный опыт проведения международных мероприятий. Мы подошли к вопросу организации «Хирс» с огромной агентой ответственности. Как отметил президент Всемирных хоровых игр Гюнтер Тич, художественный музей для проведения хорового конгресса выбран не случайно. Здесь члены совета могут ознакомиться с выставкой картин, посвященной 9-й хоровой олимпиаде. Задача международной организации «Интеркультура» и непосредственно хоровых игр – это объединение людей, любящих искусство. Наши мероприятия доказывают – это возможно. В хоровых соревнованиях участвуют не только певцы разной национальности и разного цвета кожи. У нас есть целый хор людей с инвалидностью, слабослышащие, не слышащие. И тем не менее, они поют, и это наше самое главное достижение – объединение людей. Хоровое движение набирает обороты. Оно развивается и меняется, отмечают участники Всемирного конгресса. Ну а народный артист России, известнейший хоровой дирижер страны Лев Конторович свой доклад посвятил роли российского хорового сообщества в развитии русского хорового искусства. Обсудят международные эксперты и поддержку детских и молодежных хоров. Завтра же, 12 июля, выступления у членов Совета продолжатся, а также будет продемонстрирован ряд презентаций стран – будущих хозяев Всемирных хоровых игр. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И завтра в Сочи в рамках Всемирных хоровых игр пройдет грандиозный парад нации. Более 5000 участников из разных стран пройдут парадом, воспевая единство наций. Стартует парад в 18 часов от Зимнего театра. Далее колонна будет двигаться по курортному проспекту до площади Южного Мола. Познакомиться с самобытными хоровыми традициями народов мира и стать зрителями этого необычного праздника смогут все желающие. В связи с этим 12 июля на 1 час с 6 до 7 вечера будет временно ограничено движение транспорта по маршруту следования колонн от Зимнего театра до площади Южного Мола. Это улицы Театральные от Зимнего театра до пересечения с курортным проспектом, улицы Паярка, Несебрская, Приморская от улицы Войкова до площади Южного Мола, Сочинского морского порта. Также движение транспорта будет ограничено на прилегающих к маршруту улицах. Это Кооперативная, улицы Москвина и Орджоникидзе, переулок Электрический. В Сочи завершилась седьмая Диаспорта Киада. Она проводится ежегодно для детей с сахарным диабетом по инициативе Российской диабетической ассоциации. Накануне состоялась церемония награждения победителей Диаспорта Киады. Там побывала наша съемочная группа. Седьмая Диаспорта Киада собрала детей из семи регионов России на семь дней. Москва и Московская область, Красноярский край, Калужская, Волгоградская, Астраханская и Свердловская области. Благодаря партнерам известной фармацевтической компании Российская диабетическая ассоциация позволяет детям с сахарным диабетом включиться в уникальный проект. Именно летом ребята на отдыхе у моря участвуют не только в спортивных, но и творческих состязаниях. Каждую команду сопровождает врач-эндокринолог. Мне очень понравилось, потому что никогда раньше я не была в этом городе. Нас водили на экскурсию. Мы были на башне Ахун. Также здесь проходили очень веселые, интересные соревнования, командная работа. И очень вкусно кормили нас. Очень много было мероприятий. Не было ни минуты, чтобы отдохнуть. Вожатые постарались на славу. Нас занимали как могли только. Ну, очень хорошо. После недели соревнований были подведены итоги. Учей спортивной команды в абсолютно честной борьбе стала сборная Москвы. В конкурсе Кубок Огня победили ребята из Волгограда. А наибольшее количество баллов в творческом состязании набрала команда из Московской области. Все участники Диаспорта Киады руководствовались девизом. Чтобы дойти до цели, нужно идти. Причем идти, научившись управлять диабетом. Мы всегда стараемся, чтобы дети с диабетом здесь получили какую-то такую обучающую информацию. Мы никогда не хотели превращать это в школу диабета традиционную, которую они проходят в больнице, когда лежат с диабетом, или в поликлинике. Это носило тоже игровой характер. Каждый день утром на линейке задавались вопросы по какой-то тематике. Вооружившись новыми знаниями, получив урок самостоятельности, научившись работать в команде, ребята пообещали писать друг другу письма. Вернее, общаться ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...